Риск для офицера вооруженной силы существует всегда, как в последней деятельности, так и при служебной деятельности. Это оружие, это боеприпас, это серьезная современная техника, которая требует максимального напряжения. Моя первоочередная задача, я хочу, чтобы так было, когда молодой человек уходит домой, чтобы он был готов к жизни, чтобы он был готов к тому миру, который его ждет за забором в воинской части, чтобы он мог осмысленно, взросло смотреть на вещи и принимать нормальные, взрослые, обдуманные решения. Однажды я пришел домой, и мама показала статью лейтенанта Филипповича, который, благодаря своим действиям, спас жизнь военнослужащего. И после прихода в армию, я был удивлен, что именно этот лейтенант стал нашим командиром роты. Смирно! Офицер, в первую очередь, должен быть примером для своих подчиненных. Солдат, глядя на своего командира, должен стремиться быть таким же. Я никогда не позволю себе перед солдатами в первую очередь это обманывать, потому что люди, они все видят. Значит, была у нас уже огневая подготовка, также кидали учебную гранату. И вот вспомнился этот случай, и пытался сделать все правильно, что в целом получилось. В данном случае военнослужащий взял боевую гранату, выполнил команду к бою, все у него получалось. Порядок действий был правильным, я, соответственно, контролировал правильность выполнения упражнения. И на замахе почему-то рука разжалась, а граната выпала обратно. Времени было 3-4 секунды, не больше. После того, когда я увидел гранату на земле, я попытался ее выбросить. После чего взял солдата, накрыл собой, после чего произошел взрыв. Ну и слава богу, получилось так, что граната взорвалась где-то около 2 метров от нас, 2,5 метров. Поскольку мы были в средствах защиты, очень, скажем так, повреждения в данной ситуации получились, ну, скажем так, маленькие. Служить под начальством старшего граната Филипповича Дмитрия Ивановича – огромная честь для меня и нашей роды. Самая большая награда для меня – это то, что солдат жив. Большая награда еще в том, что я увидел, как много людей за меня переживает. Это включая и родных, близких, ну и на службы тоже. Многие звонили, писали, приезжали. По роду службы мы сталкивались с многими проблемами. Это как и пожары, как и чрезвычайные ситуации, какие-то обрушения. Наиболее жестко и больно бьет те случаи, когда в них погибают, гибнут люди. Мысль служить в МЧС появилась после службы в армии. У меня знакомый уже здесь работал. Он позвонил, что место есть, попробуй. Ну вот, уже пять лет, шестой год пошел, работаю. Это был вечер, примерно полпятого вечера, 22 декабря. Поступил звонок в Центр операционного управления от отцов, от соседки, от гражданки, от женщины. Сообщала, что произошло возгорание в доме, нужна наша помощь. Вот, по сообщению, машины выехали на место происшествия. Я поехал помочь ребятам. Пожар, людей мало. Нужно все равно помогать. Установить машину на водоисточнике, еще что-то, потянуть рукав. Нужно помогать своим. Ну вот туда я направился. Ребенок был со мной, не было времени его отдавать назад. Теща, жене, машину. Поехали. Сейчас, если брать фактически в отделки жилых помещений, применяется вся таблица Мензелеева. И при горении, естественно, выделяются определенные продукты, которые при вдыхании человека могут вызвать, как потерю сразу ориентации, а при дальнейшем дыхании, естественно, удушье и гибель. Из дома уже валил густой черный дым, с окон, с щелей, дверей. Ребята, которые тушили, ведрами тушили. Ну, обычно такого нет. Обычно все стоят, снимают на телефоны, ждут МЧС. Сказали, что туда уже зайти невозможно, там люди слышали крик. Ну и вошел в дом. Просто прямо уперся в кровать, нащупал человека. Стянул с кровати, потянул к выходу. Сказали, что кричала женщина. Пошел опять. Нашел женщину. Взял. Стянул с кровати. Узкий проход я не мог вывернуть. Не хватило сил. Я выбежал на улицу отдышаться, попросил помощи. Со мной забежал мужчина. То есть мы вдвоем вытянули женщину на снег, оттянули подальше от дома, укрыли вещами, ну и позвонили скорую. Он же не ради Награды шел туда спасать людей. О Награде он туда не думал. Я лично горжусь Романом, что он совершил такой поступок. То есть я рад за него. То есть я рад, что я знаю таких людей. И они со мной рядом присутствуют на работе и в быту. Супермен, герой. А, ну, все супермены. Я не знаю ответ на этот вопрос. Что за геройство? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова